Музыка Здравствуйте, кто смотрит наш видеоканал! Сегодня наша встреча у книжной полки посвящена одному из выдающихся святых Русской Православной Церкви, преподобному Серафиму Саровскому, чей день памяти отмечается 1 августа и 15 января. В этом году исполняется 265 лет со дня рождения этого святого. В фонде читального зала есть немало литературы по православной тематике. Есть среди них и книги, посвященные Серафиму Саровскому. Это и отдельные издания, и сборники с главами, рассказывающими о великом старце. Я же хочу вас познакомить с наиболее полным жизнеописанием преподобного Серафима Саровского, которое вышло впервые в прошлом году в серии «Жизнь замечательных людей». Автор Валентин Степашкин, имея экономическое образование, своим призванием считает изучение истории Русской Православной Церкви, древней и новой истории города Сарова. В 2009 году он стал лауреатом первой премии в номинации «Документально-публицистическая проза» Всероссийской Православной Литературной Премии имени святого благоверного Александра Невского. Биографии великих личностей обрастают легендами, былими и небылицами. Домыслы сопровождают их не только при жизни, но и после смерти. Не миновал этого и преподобный Серафим. Писатель 10 лет работал в архивах Курска, Царова, Тамбова, Саранска, Петербурга. И о нем можно по праву сказать. Он продлил земную жизнь святого Серафима. Благодаря его изысканиям был уточнен год рождения Серафима в миру Прохора Машнина. Это 1754 год. Автор также обнаружил и другие неизвестные факты из жизни этого так любимого русским народом великого молитвенника. Оказывается, Саровский чудотворец был столяром. Именно такое послушание он нес в монастыре. А в 1818 году он был награжден железным крестом и грамотой в честь победы русского оружия в войне 1812 года за то, что он молился за наших воинов. Преклонение перед этим святым еще при его жизни достигло небывалых высот, хотя официальная канонизация произошла только 70 лет спустя после его смерти. В торжествах, посвященных прославлению Серафима Саровского, в 1903 году приняло участие и императорская чета. А гроб с останками великого подвижника несли самодержец российский, великие князья, митрополит и высшие церковные чины. Сначала останки его были утеряны в связи с закрытием Саровской пустыни в 1927 году. И вновь обретение их состоялось в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 1991 году. Сейчас рака, со священными останками батюшки Серафима, хранится в Труйском соборе Серафима-Дивеевского монастыря. И нельзя не упомянуть о том, что иконы с изображением старца не редкость встретить даже в католических и протестантских храмах по всему миру. И в каждом крупном городе нашей страны вы можете посетить храм его имени. На этой фотографии вы можете видеть храм преподобного Серафима Саровского в нашем городе Ростове-на-Дону. И мы надеемся, что эта книга поможет нашим читателям больше узнать об этом удивительном человеке, об этом святом нашей Церкви с исторической точки зрения, изучив его биографию, освобожденную от мифов и домств. А на этом мы с вами прощаемся. До нашей новой встречи у книжной полки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова